я поставлю на паузу на секунду да привет привет а ты чё там мутишь каждую пятницу я что блять что блять я уверен очень играю чат опрос брожу кто сосет из пингом и без пинга плюс чат для зоны я с вами я с вами я я стример с народом стример с народом а то а то вы приходите стримы всяких там челов сильных смотреть и такие вот это я крутой а я как бы сосу за вас есть люди как-то пытаются оправдать свои поражения или еще что-то но не мы не пытаемся мы просто все в один голос утверждаем что читеров просто дохуя и все кефри полстрима постоянно сидит повторы но это его выбор боже типа вам не похуй есть огромное количество людей которым интересно вместе с ним это смотрите если вам не интересно это как бы я при этом заметил то что ну бля вот представьте себя на его месте типа вы играете уже watch начиная с первого сезона и и вас по праву считают одной ну типа и сильнейших вдов вот чьи стримы можно вообще посмотреть то есть кефри но он реально сильный и я начинают всякие микро чили гибать в жопу блять просто вот и типа играешь такое вот либо по аналогии с тем же в обзором да в обзор хуй лярд сезонов сидел в топ 500 он сильная вдова он сильный игрок идут неожиданно блять почему-то его всякие всякие мастера сорокового пятидесятого лавана начинают пиздить просто вот блять с нихуя как вы должны себя при этом чувствовать и при этом вы вы четко видите то что челы юзают ну какой-то какой-то дерьмо и этих челов становится все больше и больше и больше и давай будем честны просто талантливых игроков которые относить недавно в игре тоже достаточно нет них недостаточно новых игроков и ручь очень мало недавно недавно же вышел отчет от blizzard который сказал то что с учетом выхода в ручьи на nintendo switch количество проданных копий увеличилось до 50 миллионов то есть первые 40 миллионов проданных копий были в первый год блять оставшиеся 10 миллионов копий проданы в оставшиеся ну соответственно и три года блять два с половиной года еще мы можем сделать вывод что притока новых игроков практически нет поэтому новые игроки они просто так из ниоткуда не появляются поймаешь то есть ты не можешь такого нет что ты 15 сезонов там папе но фаешь просто да а потом неожиданно ты блять разучился или неожиданно то что уровень уровень игры в овервочи вырос это факт относительно первых там 10 сезонов сейчас люди играют лучше на тех же самых лигах но и динамику проследить сложнее потому что блять на каждого на каждого даймонда приходится один смурф блять и ты уже не понимаешь против кого ты играешь смурф а ты не смурф даймонд не даймонд новичок не новичок то есть у тебя уже вообще все стерлась просто все рамки границы вообще не понимаешь что происходит блять нг и крагов все взаимосвязано пирожок аудитория в снг не очень большая овервоча относительно других игр а слоты достаточно дорогие в вл но даже бы стоимость этих слотов она была бы оправдана если бы онлайн и популярность просмотра трансляции было бы больше он поскольку популярности просмотра нет а состав содержать достаточно дорого то как показала практика тех же винстрайков содержать состав контендерс не имеет никакого смысла потому что контендерс вообще нахуй никому не не всрался просто они один один сезон поддержали состав и распустили его просто ну просто потому что ну вот так почему русскоязычную трансляцию прикрыли я уже горел русскоязычная трансляция была в основном организована силами павла рилиана шабалина который вкладывал в это безумное количество пота крови и блять времени своего работая сутками без сна при этом финансирование финансирование от blizzard было но не в таком объеме которое могло бы компенсировать количество проделанной работы по итогу просто видимо это финансирование еще уменьшили на следующий сезон и все как бы вот почему это привело весь вопрос в бабках ребят типа из-за интересованности организации почему main cast берется за трансляции там каких-то определенных дисциплин а за трансляцию овера не берется потому что видимо выхлоп от этого не очень большой прием блять как слышно 1 1 я 2 сиськи на загрузочном экране люсио руку держит у уха и там крутит какую-то хуйню невидимую ты знал что по лору люсио тугоухость просто на левое ухо поэтому он держится за него блять тоже наушников то у него нет вот это поскольку он как бы ебанулся и он диджей ебан вот у нее нет диджейской установки поэтому он крутит рукой в воздух и представляет то что он как бы ну ебашит но у нее нет ни пульта не наушников вообще нихуя нет а есть просто блядя как это пиздец это теперь вообще новая игра получается но теперь встало на свои места я это думал бля я-то думал что за хуйня в обзор бобзор нужна помощь молодой диджей ебёт пожилого инженера блять нужна помощь асисту до пожилого инженера бля вот так поехали деда вот этого блять понял тебя повернулись на два года назад ты бы стал тогда ныть про то что дайв уже год играется знаю что впереди год и дабл щит сложный вопрос знаешь блять год с ним не был такой уж прям паршивый метой я имею ввиду что как сказать все меты становились так или иначе очень заебистыми только лишь по одной причине что они делись очень долго в год сах самих пассе ничего такого прям катастрофической ужасного нет но год играть одно и то же тебя заебывает также как тяга и дайв заебывает также как и дабл щит тебя заебывает лично мне допустим госы и дабл щита не очень мне нравились но как как эксперимент поиграть там пару месяцев именно в такой мете а почему нет я хотел тебя спросить вот у тебя бывают игры когда ты играешь на ханзы и допустим не можешь убить никого вот прям реально играешь там допустим три минуты да и никого не убиваешь вообще вот так бывают такие у тебя игры не бывает бывает ты вот чувствуешь себя неловко в этот момент чувствую насколько сильно неловко ты себя чувствуешь чувствуешь что-то тут прям говно блять ну да как мартышка чисто а почему вот мы играем с челами блять которые нихуя на ханзы не делать блять всю атаку вообще ноль пиков ноль ваще ли да генджи 0 вообще нихуя вообще и что-то в чат пишут вот им бля не стыдно вот мне интересно я потому что играю на торбе вот я играю на торбе вот мне пиздец как стыдно когда никого не могу убить прям очень стыдно я не то что писать ничего не хочу я хочу ли искать ребят изменить пожалуйста я блять заруинил игроки пиздец я не знаю андрей я не знаю я мне нужно пойти покурить я сейчас приду весы выражаете потребность прослушивание прослушивание аудиозаписи содержащих элементы мужского вокала джентльмены прошу задонатить болен так слушать а знаешь что случилось короче врубается свет я беру щитку там свет ковыряется какой-то мужчина азиат так я спрашиваю что случилось он такой ой а я свет отключил а я тут домофон подключаю блять у меня так горел на хуй хороших хорошего те стримы я пошел так ложите у меня так команда все я я как мотивирую смотрите я не понимаю они сари он тоже написал он написал такие же значки как и я подожди сантри вещь я написал вот это и он тоже на улице они одинаковые мы друг друга хвалим значит команда все мы друг друга хвалим у нас хорошая атмосфера в команде самое время написать что-нибудь на славянском слава украине блин знаете чем круто играть на азиатском сервере ты нихера не понимаешь что тут пишут то есть ты не можешь понять плеймите они плеймят вообще непонятно митера никто не разговаривает особо а если разговаривать тоже нихера не понимаешь проебываешь горишь блянует с пингом тяжело играть выигрываешь в детстве сильный весь пингом выигрываешь прикиньте у тебя вообще без прогресса вариант я я уточню просто я уточню а а из для как мне не могу это скопировать моя бри чувствует себя хорошо все они меня флэймили суки позади меня низкая цена просто барьер у меня есть барьера что блядь так ну-ка подождите я не тут вот это вот что значит длинное предложение почему вы смотрите на танков бля он мне google переводчик показывает хорошо играет то есть я пишу в чат хорошо играет блядь минс джи джи во спасибо большое вам ребят отлично все крыда я поставил крышечки я поставил картина вообще тренинг давайте рассмотрим внимательно так что увидите на картине так очень интересно тогда когда какая экспрессия какие насыщенности то видите это или отчат блядь и 70 тысяч долларов блядь это блядь купит все оказались все сказать все фантастично я короче заныкался сзади и буду давай ребят короче короче green defox совет из чата я тебе советую поверь мне 4 года стримлю купи себе обычный вот этот кингстоновский ссдшник есть у тебя вообще никакого ссдшника нет вообще от слова совсем никакого для начала купить себе вот этот за двушку сэкономишь блять кучу денег себе работать все будет заебись и систему туда поставишь и obs туда поставишь и можешь я не за overwatch блять туда поставь тоже что было дохуя понимаешь и будьте счастье и будет заебись разница в работе системы у меня система стоит на м2 со скоростью записи 3500 блять разницы вообще хуя никого нет я тебе блять отвечу а может разница загрузки системы в секунду охуеть теперь а потом уже после вот этого он тебе все равно пригодится в любом случае я не знаю можешь будет тебе в компании нужен пихнешь его в ноутбук в какой-нибудь потом вот я не знаю купишь себе ноутбук или у тебя есть ноутбук вытащишь оттуда хард переставишь туда вот этот ссдшник либо либо купишь себе какой-нибудь пиздата m2 потом если захочешь там за десятку до станешь популярным стримером пиздец как эксклюзии будут тебе донатить миллионы купишься и ссдшник унцы пятнашку до m2 на терабайт а этот как помойку оставишь вот будешь туда наш как мажор на ссд скидывать всякую хуйню кто там говорил про настройки поехали короче смотри заходишь сюда включаешь инвент ию выбираешь себе там ставишь 7000 допустим тервал 2 пресет максимальное качество профиль хай все остальное оставляешь по дефолту и будете счастье ничего проседать у тебя не будет я тебе не советую стримить допустим в 900 на 1080 здесь ручками просто пишешь но если хочешь как у меня 1600 ставишь английскую x английскую 900 применяешь у тебя вот будет такое разрешение вот она остается то есть его здесь такого нет но ты можешь его ручками прописать потом не один зритель андрей пирогов я запомню это имя навсегда мне подарил мой первый микрофон это был самсонси 01 ю про собственно вот и так у меня появился мой первый конденсаторный микрофон вот а потом еще один зритель которого зовут артем виноградов вот с его помощью поскольку он работал в этой сфере мне с большой скидкой продали системник у меня меня до сих пор остались комплектующие лежат это был а и 747 90 и карта по моему 960 по моему такая что скажешь о микроблюете самое переоцененные говнище блять самый обосратый микрофон настолько настолько к нему предвзято отношусь это просто жесть но и сейчас в нем больше смысла потому что он стоит в два раза дешевле чем раньше просто раньше он стоил блять 15 16 тысяч его продавали блять всяким всяким челом которым бля просто впадлу хоть немножко разобраться в этой теме и блять по моему каждый уважающийся стример должен был купить такой микрофон с я которого блять не стоит своих денег очень хуя просто он просто бот блять да просто искусственный интеллект вот этот динамит просто просто корсар 4 бля под жопу си кинул ой ну не пошло да ой 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 вы выбраете выбраете что давайте что чел не может выстрелить арисе в ногу потому что у него лочится на тело и он в итоге стреляет в купол блять вы видите эту хуйню я вам покажу в замедлении блять вы видите увидите он кидает динамит смотрите внимательно при тебе мы не дожди раньше раньше надо вот ариса смотрите low кп а оп у нее пол тело оп видите он не может он не может не попасть блять потому что потому что у него лочит на тело блять орите еще раз внимательно внимательных ребят ой вот сейчас вот оп он не может в нее попасть вы понимаете я ну хоть в динамит попал так и что мы делаем то ну дешапаемся начинаем врезаться жестко прям а ну ладно ну считай хорошо я понял 1 2 3 не ну было круто новый как в нем и да да вот мне нравится как водова за этим наблюдала пройдут на дуба ёба ну так что вы скажи ребятам что делать чтобы у меня порча на мне проклятие ну прикинь прокляли пиздец ну значит на них тоже порчи блять ну да мне это тоже порча у всех разную тебя больше мастер-лиги у меня даймондовый порчу не золотая это называется не порча то что сейчас сказал это так хуйня да у нас чтобы общее порча то что мы должны играть в верующий один пока не выйдет у верующий у нас типа есть шанс 50 процентов то что порчи перенесется но 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 ты знаешь там одно есть решение ну да project 3 то порчи переносится на project 3 и я привет привет принцесса как дела ну у принцессы дела хорошо и у меня тоже а у вас как я слушаю самые мощные басы в машине 2019 да я согласен проблемные вы видали какой момент матча такой боевик не нанесет не ну скипнуть по тг фару это реально лайк ну давай ты готов жду-жду-жду-жду скажи как готов пойдем 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 ты умер блять это не наш ты урод а блять там да как там еще триста было там еще было триста блять ларимин ну вообще-то ты за руине но можно я за репорчу тебя за саботаж не я тебя за репорт а я тебя давать друг другу за репорт себя репорт ты виноват ты виноват он виноват лиза говори что ты виноват лиза меня и так недолюбливает поэтому виноват мысли листя любит но мы пойдем курить с ней поэтому но убитая себя поэтому виноват ты бля но три портинешь либо ну я три порту так сам себя я ушел на три минуты ларимин хочешь где меня а хочешь жди ну гамиль и фену разбанную моё да и второй шанс я три краткой день не жру тебе деньги на донатик с мольбой откладываю ну давай давай ну хорошо ну давай ну давай слушайся как кто ломаюсь сейчас я тебя бля в ебу и сейчас эти разбаню и снова в ебу тебя у диаконик такой фокус показывает какой фокус какой фокус ульмин с исчезновением а чё с исчезновением чего человек из чата понял так он бан что ничего не предошло Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот Спасибо большое за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Не надо вот этого, блядь Да что такое вы Пацаны Завтра посмотрим на одну больше Обещаю, завтра на одну больше Когда я завтра, завтра буду стримить И скажу, что я оффаю Вы мне скажете ластовую Завтра обещаю будем смотреть ластовую Запомнили Все Даже если мне будет хуево, я буду сидеть Обещаю, вот сейчас обещаю Вот вы мне скажете, что я обещал А я скажу, да я обещал Все пацаны Вот так вот Все довольны Вот Говорю ластовую Вы мне завтра говорите Ты обещал Я говорю, ну бля Обещал так обещал И смотрим еще одну Все Вот Спасибо вам большое, что приходили За огромную вашу поддержку Большущее вам всем спасибо За то, что приходили Вот Встретимся завтра И завтра И завтра будет ластовая Даже после той Будет ластовая Вот, я обещал Спасибо вам огромное, ребята Давайте До завтра Хорошего вечера Субтитры сделал DimaTorzok